Они спасают жизни. Свой профессиональный праздник в предстоящие выходные отмечают представители одной из самых героических и мужественных профессий – пожарные. Торжественное вручение медалей от российского министерства по чрезвычайным ситуациям накануне состоялось в Первоуральске. Пожарно-спасательная служба. Хорошо, называйте адрес проспекта Ильича. Что случилось? Задымление? 01. Номер, известный с детства каждому человеку. Когда в дом приходит беда, от диспетчера на том конце провода зависят и жизнь, и имущество. Людмила Гриднева на своем посту уже 20 лет. Она знает, как разговаривать с человеком, который находится в состоянии стресса, как быстро передать информацию пожарным, спасателям, скорой. Когда счет идет на секунды, промедление смерти подобно. И если сделал все и кому-то помог, понимаешь, за что любишь эту работу. Когда приехал и потушил, и все хорошо сработал караул, все действия прошли правильно, слаженно, то все-таки моральное удовлетворение от того, что спасли. Часто очень спасаем и жизни людей, вот то и ребята в карауле спасают обыкновенные люди, заходят в высокую температуру. Ну, просто очень героическая профессия. Сегодня Людмила Гриднева в числе двух десятков сотрудников Первуральского пожарно-спасательного гарнизона получает медаль МЧС России за безупречный труд. Бужу России. День пожарной охраны России отмечается 30 апреля вот уже 368 лет. Первая противопожарная служба была создана в 17 веке при царе Алексею Михайловичу и всегда была на передовой. Вот и в этом году Первуральские пожарные свой праздник встречают в режиме повышенной готовности. Во время отдыха горожан в майские праздники спасатели обеспечивают их безопасность. Дальше нести свою службу по охране пожарной безопасности городов, которые входят в состав 10-го отряда. Коллектив дружный, слаженный и преодолеваем все трудности, которые возникают перед нами в это непростое время. От границы Челябинской области до границы Пермского края всю эту территорию охраняют первуральские пожарные. Полевской, Шаля, Ревда и другие населенные пункты находятся под присмотром коллектива, состоящего из 300 профессионалов. Таисия Пономарева, Евгений Шилов, Служба народных новостей.